МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Лизанской областной думы заявили 16 политических партий. Но в итоге у нас в бюллетене оказалось 8 политических партий. Почему? Одна из партий, заявивших желание участвовать в выборах, это была партия Достоинства, которая не сумела провести свою конференцию или собрание, мероприятие, на котором выдвигаются кандидаты. Вот она сразу у нас отпала. Затем хочу сказать о том, что партия Людей ограниченной трудоспособности, сокращенно называется Оплот, и партия Воле. Они участвуют в выборах, но только по одномандатным избирательным округам. То есть списки, а не нашу областную избирательную комиссию, списки кандидатов в депутаты, они не представляли. Поэтому их тоже мы не увидим в бюллетене по единому избирательному округу. Далее надо сказать, что еще две политические партии выбыли из игры, так сказать. Это политическая партия, коммунистическая партия социальной справедливости и партия социальных реформ. Здесь причина была иная. Они мероприятие свое провели, но не предоставили документы в избирательную комиссию, которые положены предоставить, для выдвижения, а затем для регистрации. Таким образом, у нас в бюллетене остается 8 политических партий. Прошла жеребьевка по размещению этих политических партий в избирательном бюллетене. Вот конкретно, что у нас уже избиратели увидят 13 числа, в день голосования, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу, которым является вся Рязанская область. Значит, на первом месте там будет стоять КПРФ, на втором – Единая Россия, на третьей строчке – Родина, на четвертой строчке – Патриоты России, на пятой – Коммунисты России, на шестой – ЛДПР, на седьмой – Справедливая Россия и замыкает этот список, на восьмом месте будет стоять партия Яблока. Вот это уже изменению не подлежит, потому что порядок, определенный с жеребьевкой, он сохраняется в обязательном порядке и для избирательного бюллетеня. Какова ситуация в одномандартных округах? Да, у нас выборы проходят по смешанной системе, то есть из 36 депутатов 18 избираются по единому округу, вы об этом и сейчас поговорили. А вторая половина, тоже 18 депутатов, они у нас избираются по одномандартным избирательных округам. Здесь ситуация такая. Значит, по одномандартным округам было выдвинуто всего 109 кандидатов от политических партий, и три шли в порядке самого движения. Из них представили документы в окруженной избирательной комиссии, 104 партийных кандидата и три самого движенца. По всем одномандартным округам, по всем 18 представили своих кандидатов Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и Партия Родина. Яблоко по семи округам, оплот по трем округам, воля по двум округам и по одному округу использовали для этой цели Патриоты России и Партии Возрождения России. А вот итог регистрации у нас таков. В регистрацию прошел 81 кандидат по одномандартным избирательным округам, в том числе 72 кандидата от парламентских партий, 7 от партии Яблоко, один от партии Патриоты России и один самого движенец. Ну, как вы видели, я сказала про Партию Родина, они заявлялись во всех 18 округах, однако их кандидаты либо не представили подписи, либо, ну или иные документы, которые необходимы для регистрации, либо им было отказано в нескольких округах по причине того, что не было достаточного количества достоверных подписей. Каким будет следующий этап? Что дальше? Значит, вот основной такой, один из основных этапов завершенного, имеется в виду выдвижение и регистрация, и дальше начинается вот такой этап, как агитация в средствах массовой информации. Значит, начинается он с 15 августа, конечно, агитация уже идет, она уже после выдвижения идет и имеет право агитировать в свою пользу кандидаты и партии. Однако вот именно в средствах массовой информации начинается агитация за 28 дней до дня голосования. Этот период с 15 августа начинается и заканчивается в день перед, ну, перед днем тишины, так сказать, перед выборами, то есть в 0 часов 12 сентября. Ну, это такой достаточно сложный этап в том смысле, что здесь уже партии определились, уже ясны участники избирательного процесса, и, конечно, они всяческими способами и методами, значит, стараются показать о том, что именно за их партию, либо за их кандидата нужно голосовать. Были какие-то нарушения, может быть, серьезные даже, и что кому за это грозило? Вот как раз это, вот о чем я сейчас говорила, об этапе агитации средств массовой информации, вот этот этап всегда и порождает особенно много жалоб на нарушение порядка проведения предвыборной агитации. Да, такие жалобы у нас уже поступали, я думаю, что не обойдемся мы без того, что их станет больше после 15 августа, тем не менее их уже за 20, какое-то количество этих жалоб, и по ним ведется работа. В основном это, значит, направление в управлении внутренних дел, за то, чтобы, значит, подложные материалы, это в основном подложенные материалы, которые партия не выпускала, но которые они говорят, ну, в той или иной степени, я имею в виду, хорошее или плохое, о том, чтобы этот подложенный материал изъять на стиль распространительный, ну, конечно, наказать виновного. Таких представлений мы уже, если не ошибаюсь, порядка десяти направили в ОВД. Что такое досрочное голосование? Мы привыкли к открепительным удостоверениям. Если мы где-то в другом месте, мы могли воспользоваться своим правом и сделать все, что мы хотели. Вот что сейчас делать? Да, действительно, после большого перерыва, ну, не считая прошлый год, когда было небольшое количество выборов, и не такие крупные в нашей области, то есть не все комиссии принимали в них участие, а большой этот перерыв, я имею в виду, 2006 год, когда было отменено досрочное голосование. Хотя, на мой взгляд, оно более удобно для избирателей, чем открепительное удостоверение. Ведь открепительное удостоверение дает право проголосовать на другом избирательном участке только в день голосования. Досрочное же голосование, которое будет применяться на этих выборах, оно предполагает, что избиратель может голосовать как в территориальной избирательной комиссии, так и в участковой. Конкретно, в территориальной избирательной комиссии начинается досрочное голосование со 2 по 8 сентября, а в участковой избирательной комиссии с 9 по 12 сентября включительно. Хочу спросить у вас, как у председателя избирательной комиссии, на ваших сотрудников какая ответственность сложиться, и сколько работы, в общем-то, предстоит и уже сделано? Работа, как всегда, в любую избирательную кампанию очень большая. Если я сейчас начну перечислять все, что мы делаем, и перечень документов, которые мы выпускаем, сколько мы проводим заседаний, и как решаем вопросы с жалобами, конкретно уже, это займет очень много времени, я думаю, это будет неинтересно. Я просто хочу сказать, что, конечно, работа увеличивается в этот период многократно. Не нужно забывать, что продолжается и та работа, которую мы исполняем в межвыборный период, хотя у нас его практически не бывает, потому что для нас выборы – это не день, когда объявлено о дате голосования. Практически все время между ними. Да, потому что не надо забывать, что постоянно мы ведем реестр избирателей, ну, как избиратели узнают без этого, куда ему идти, на какой участке, к какому участку, так сказать, закрепить. Вот эта вся работа постоянно на законодательстве. То есть все проекты законов, изменения, внесения изменений в законы, тоже готовит наша комиссия для того, чтобы привести избирательное законодательство нашего субъекта в соответствии с федеральным избирательным законодательством. Эта работа продолжается. Большая работа по информационно-разъяснительной деятельности. Она, конечно, усиливается в период, когда проводятся избирательные кампании. Принимается целый комплекс мероприятий, включая такие огромные разделы, как работать с молодежью, это уже по отдельному плану идет, и исполнение нашей ведомственной программы по повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного процесса, который включает в себя в том числе обучение членов участковых и территориальных избирательных комиссий, которых у нас более 7 тысяч, а также резерва составов участковых избирательных комиссий, которые вместе с членами комиссии – это более 14 тысяч человек. А вот вся информация важная, особенно цифры, порядок, количество, есть на каком-то сайте, где наши телезрители смогут еще раз все пересмотреть и запомнить? Конечно, сайт нашей избирательной комиссии, его все знают, избирком.ру, избирком.ру, простите, вот там есть раздел «Единый день голосования», баннер такой выше, он очень крупный, с правой стороны, на голубом фоне, и там все документы, которые комиссия принимала относительно непосредственно этапа, когда идет подготовка и проведение выборов, и даже которые не мы принимали, например, постановление назначения выборов, когда его Дума приняла, когда оно было опубликовано, значит, вот эти вот о кругах, где они находятся, кто относится к какому округу, какой избиратель, тоже ведь не всегда знают. Все наши постановления, в которых определены все порядки проведения избирательной кампании, все это есть. Кроме того, там и перечень, например, средств массовой информации, которые будут печатать, не печатать, вернее, агитационными материалами заниматься, и перечень тех, кто, наоборот, вот как раз будет печатать эти агитационные материалы, то есть производить их. Есть все-все абсолютно на этом сайте, и всем этим можно пользоваться и подготовить себя как бы только избирательной кампании, уже как избиратель. Спасибо вам большое за эту встречу. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами, увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова